Путин разыгрывает антизападность на Кавказско-Каспийском регионе. Кстати говоря, и нас тоже поэтому во многом менее берут НАТО в ЕС, потому что нет гарантии, что мы такие, как маленькие какие-нибудь там Словаки, сразу впишемся вот в эту всю западность. Но вообще-то это вторая Крымская война. Британия и США, они, я так понимаю, заинтересованы в том, чтобы Украина оставалась форпостом в холодной войне новой. Потому что для них главный конфликт на Донбассе. Вот Макрон в пятницу позвонил Попину. Но мы говорим, наша главная задача Крым. И на Крым сбегаются британцы, турки, так, по своим соображениям, потому что Черное море, туркам надо Черное море, но это значит обречь себя на выход в Шотландию, потом Северная Ирландия может уйти. И тогда все, конец Британии. Вот почему они за Украину тоже вцепились, так сказать, британцы, так, и сейчас наш чуть ли не основной военный союзник. Друзья, всем привет, вы на Политоконлайн. С вами Денис Пахилов, Вадим Карасёв сегодня. В нашей студии, Вадим Юрьевич, добрый день. Да, добрый день. В воскресенье, буквально вот на днях, 4 июля, в Украине праздновались день ВМС. Президент Украины не мог не приехать в Одессу, тогда поздравить наших военнослужащих. Приехал с визитом в Одессу, ко Дню военно-морских сил Украины. Сейчас видите фотографии с Южной Пальмиры. Там поздравил моряков, рассказал, что Украина скоро получит турецкие бесплотники Байрактар, их передадут в морской авиации, я процитирую гаранта. Мы ожидаем уже в скором времени получить современные, эффективные, бесплотные, летальные аппараты Байрактар. Украинские экипажи для них уже завершают подготовку в Турции. В то же время инсайдеры говорят о том, что не все так просто, скажем так, с Турцией. Ждут Эрдогана на крымской платформе в том числе. Но, возможно, не сможет это позволить приехать Эрдогану экономические, дружба экономическая с Российской Федерацией, как вы считаете? Нет, но отношения Турции и России недостаточно интересные, так? Они не такие простые. И соперничество, и партнерство, все зависит от конкретной ситуации. Проблема не в помидорах, которых могут запретить Турции поставлять в Россию. И не в запрете российским туристам оставлять российские рубли на турецких курортах. А тем более турецкие курорты или туризм в Турции, это достаточно серьезная статья поступления доходов в казну страны. Там другая более серьезная проблема, курдская. Кстати говоря, Советский Союз часто использовал курдов. Курдов 12 миллионов, там, только в этом регионе, он рассыпанный, так? И всегда возникает вопрос, почему там какая-нибудь там миллионная Словения или там 900-тысячная Эстония имеет свою государственность, так? А 12-миллионный народ курдов рассеян. Часть живет в Ираке, часть в Турции живет, так? И эта часть, большая община в России живет, в нынешней России, так, курдского населения. Поэтому всегда можно использовать курдов для того, чтобы, ну, подтачивать стабильность Турции изнутри. Хотя у турков есть и свои контраргументы, когда тюркскоязычное население, это Поволжье, Татары, это регион Туркмении, так, Средней Азии, там, Узбекистан и так далее. И в России тоже, это же тюркскоязычное население. Но с турками сейчас есть договоренность такая негласная, так? Хотя многие давят на Путина, чтобы он использовал курдскую карту, он пока ее не, скажем так, не открывает. Эту карту не разыгрывает. Но в случае, если отношения будут обостряться, то может это быть. Но сейчас до этого не дойдет, потому что вместе с Эрдоганом, так, Путин разыгрывает антизападность на Кавказско-Каспийском регионе. Ну, такой, как бы, Турция же, она и в Западе, и против Запада, одновременно, так? Вот, кстати говоря, и нас тоже, поэтому во многом менее берут НАТО в ЕС, потому что нет гарантии, что мы такие, как маленькие, какие-нибудь там, Словаки, сразу впишемся вот в эту всю западность. Черт его знает, для того, чтобы вписаться в западность, надо быть полностью западной. Для этого надо полностью ассимилировать русскоязычных, так, в украинскую среду. И аннигилировать или уничтожить вот эту русскую территориальную платформу, которая фактически часть Украины забирает, это восток и юг Украины. Так, и полностью перейти на так называемую украинскую платформу, точнее, на так называемую львовско-австрийскую территориально-этническую платформу, так, или там при, под и при Карпатскую. То есть центральноевропейскую платформу, вот это то, что сегодня называется украинством, так? Потому что Украина сегодня свелась, точнее, идея Украины, она же пошла со Львова. Так, не из Киева, кстати говоря, это сейчас Львов-Киев. А раньше, допустим, там лет 10 назад это был Днепр-Киев, Донецк-Киев, Одесса-Киев и так далее, Харьков-Киев. Знаете, поэтому пока еще вот нет гарантии, что мы полностью будем про западную страну и не вернемся. Или не будет им играть такую роль, скажем так, такой несколько дерзкой, нагловатой, скажем так, такой контр-западной страны в Западе, как это делает сейчас Эрдоган. Так что у Путина там с Эрдоганом такие сложные отношения, и если, скажем так, россиянам действительно Крымская платформа так им допекает, то они, конечно же, сделают все, чтобы, скажем так, Эрдоган туда не приехал. Но для Эрдогана это выбор будет, действительно. Это очень показательная будет история. Или приедет Чавушеглу, приедет, да, министр иностранных дел, или какой-нибудь там заместитель Эрдогана, либо сам Эрдоган посетит Крымскую платформу. Но вообще-то это Вторая Крымская война. Еще раз, Вторая Крымская война. Раньше это было 100 лет назад, или там больше, 150-170 лет назад. Это была Франция, Британия, Турция. То сейчас это Британия, у которой свои интересы. Каждый, как всегда были на Кавказе. Это Турция, это Украина. Борьба закрыта. Что есть у Украины в рукаве, если эта борьба все-таки будет начинаться, продолжаться, разгораться? Давайте так скажем. В рукаве у нас есть то, что мы можем постоянно, скажем так, дразнить палкой русского медведя. То, что говорили британцы. Мы же рядом живем. В Турции там своя игра, у нас своя игра. У нас более, скажем так, четкая позиция, потому что у турков-то территорию не забирали, у нас забрали территорию. Ну и британцы. Поэтому, как бы, Британия и США, они, я так понимаю, заинтересованы в том, чтобы Украина оставалась форпостом в холодной войне новой. Вот мы спорим, тут Вторая Мировая или Великое Отечественное. Уже вот наступила Вторая Холодная война. Даже Вторая Холодная война наступила, вот в этом году. И встреча Байдена с Путиным, она только подчеркнула, это договорились о правилах каких-то ведения этой новой холодной или Второй Холодной войны. Вот мы форпост Второй Холодной войны. Только захотят ли по-настоящему вкладываться в этот форпост, например, там, Америка или Британия. В свое время они, допустим, вкладывались в Западную Германию, которая была форпостом страной, прифронтовым государством Первой Холодной войны, после Второй Мировой войны. Это фактически план Маршалла, это инвестиции, это плата за безопасность, потому что у немцев до сих пор, кстати, военный суверенитет очень ограниченный, потому что главный гарант безопасности для Германии – это НАТО. Поэтому они смогли поднять экономику, в том числе, за счет внешних влияний. Ну, понятно, немецкое трудолюбие, я не отрицаю это все. Орденг немецкий, так сказать, Арбайтен, Арбайтен, Анд, 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 Арбайтен, так, работай, работай, работай. Понятно, тут немцам ничего не откажешь, так, но главные инвестиции, план Маршалла. Дальше, это, ну, понятно, открытые рынки Соединенных Штатов Америки, инвестиции Штатов, это два. В-третьих, это ты можешь основные деньги потратить на экономику, техническую, там, модернизацию, технологическую модернизацию, потому что главный, скажем так, спонсор твоей безопасности – это НАТО и США. Немцы же до сих пор, кстати, не вышли на вот этот параметр 2% ВВП на оборону, так, который требуется по НАТО, поэтому Трамп на них же там и наезжал в свое время. Потому что Америка платит за безопасность, так вот, нам, Америка будет платить за безопасность, нам инвестиции будут сюда идти, как они шли, там, по плану Маршалла или по другим каналам, так. У нас будет какая-то спарринг, например, как в Германии и Франции было, там, в середине 50-х годов, когда создавалось объединение угля и стали, потом Европейское экономическое сообщество, потом Мах-стрит после распада Советского Союза, уже Европейский Союз, так, и так далее. Вот в этом, скажем так, вопрос. Пока мы можем предложить свое геополитическое положение, свои военные возможности, которые, конечно же, получше, чем в какой-нибудь Болгарии, там, или там, в Румынии, или это, но главное, что мы взамен тоже получим. Это вопрос пока остается открытым. Я так понимаю, за это, ну что, пока, смотрите, Северный поток мы не получили. Так? Значит, за что? За то, что мы вступим когда-нибудь в НАТО, нам пока предлагают? Ну, может быть. То есть, пока масштабного такого инвестпроекта в Украину, для того, чтобы, скажем, обеспечить экономическое благосостояние прифронтового государства, пока я не вижу. Кстати говоря, это не только Германия касается, это касается Южной Кореи, которая в свое время тоже, скажем так, и своего геополитического, и прифронтового положения, занимая очень важное геостратегическое положение между Северной Кореей, Японией, Китаем и Советским Союзом, тоже умудрилась, да, и с помощью собственных усилий, там, но тем не менее, вся технология шли с Японии. А военные, скажем так, помощь шла от Соединенных Штатов Америки. Так что, пока, скажем так, ну, вот этот курс на НАТО или там курс на прифронтовое государство, которое, видите, оно начиналось с Порошенко и продолжается. Зеленским, очевидно, что другой траектории нету пока для того, чтобы выстроить. Нету или не видит просто? Нет, можно видеть, но у вас нет сил, возможностей, ресурсов для того, чтобы перейти на другую траекторию. Понимаете, потому что есть инерция, траектория. И эта инерция может быть усилена и из инерционной стать стремительной, векторной. Понимаете, есть инерционность, есть векторность. Либо вы находите, этот инерция, этот импульс затухает, например, прозападности, так, такой, при легкой антизападности. То есть мы же тоже, как бы, там, немцев пощипываем, так сказать, подкусываем, французов подкусываем, скажем так. Вот этих западноевропейцев, которые больше с России хотят, как бы, или видят Украину в качестве такого буфера между ними и Россией. А, ну, тем не менее, скажем так, это подкусывание не главного, скажем так, Соединенных Штатов Америки, хотя тоже начинаем их там говорить, как бы, или НАТО вберете, или мы там это. Ну, такой, как бы, стиль Эрдогана, между прочим. Тоже такой, как бы, дерзкий такой, что, как бы, а как он этого Макрона там, чехвостилы называл, так, или как он к Меркель относится, или как он шантажирует этими беженцами Сирии. Говорит, не будете давать, и немцы платят, и Европа платит 3 миллиарда евро в год на содержание сирийских беженцев и других беженцев из Сирии, которые сидят там на восточной границе Турции, и если даст Эрдоган щелчок, они все полезут в Европу. И боятся Европы, боятся этого, потому что она нарушит этнобалансы. И он их держит, фактически, он держит их за кадык. Знаете, как бы, сейчас вот, Женя Дудник сделал этот, как его клип с Гордоном, там, так, жетон, кадык. Держит за кадык, фактически, Меркель и Макрона, и манипулирует ими. Вот мы тоже что-то пытаемся, вот, в таком ключе действовать, не знаю, насколько, ну, скажем так, в долговременной и, ну, в долговременном таком тренде мы получим это. Мы, конечно, не такая сильная страна, как Турция, и не такое геостратегическое положение, как это. Но что-то такое, как бы, пытаемся сейчас освоить турецкий путь, тем более, что вот сейчас Кулеба заявил о том, что мы в НАТО вступим быстрее, чем в Европейский Союз. Ну, правильно, Турция тоже, ее приняли, она не готова не была ни по каким параметрам, ни по политическим, ни по демократическим, никаких там критериев копенгагенских и так далее. Но в 48-м году, если не ошибаюсь, да, ну, или 47-48-го, она была принята в НАТО. По исключительно геостратегическим соображениям она под брюще Советского Союза была. И все ракеты были, американские, ядерные, стояли в Турции, так, в Турции они были, и все были эти провокации, там, с этим самолетом Пауруса, который сбили, самолет-разведчик с Турции вылетал, под Свердловского сбили, по-моему, 1 мая. Вот Карибский кризис, он же был ответ на размещение ракет ядерных в Турции. Так, Хрущев их на Кубе поставил. Вот, поэтому Турцию принимали, но в Европейский Союз пообещали, но так и не приняли. Она же так и не принята, Европейский Союз. Но 10 миллионов турок работали в Германии, там многие уже, они мечились. Посмотрите, футбольную команду Германии там. И ГИС, или еще там, я не помню уже до конца. И Эндоган, ИЗИЛ. Да, да, ИЗИЛ, да, вот эти все. И у нас тоже там 10 миллионов за рубежом, где-то 7 миллионов работает, так. Но еще раз говорю, ну, там еще одна есть деталь. Дело в том, что в Турции до Эндогана почти правили военные. Там устраивали военные перевороты. Там вот эти все политическая настройка, это была чисто витрина. А правил турецкий генштаб. Нас ждет. Турецкий генштаб правил, они всех, скажем так, что-то не так. Они сразу убирали этих политиков и все. И глава турецкого генштаба был главным человеком. Но Эндоган, кстати говоря, и всех уничтожил, и разгромил. И Путин его поддержал, потому что должен был быть военный переворот в 16-м году, так, или 17-м. И засекли эти, ну, скажем так, разведка, электронная разведка российская засекла эти все переговоры. И они сказали это Эрдогану. И Эрдоган не допустил этого военный переворот, потому что тогда бы опять пришли военные, атлантисты. Эрдоган не атлантист. Он османист, не османист, а империалист. Но он тоже понимает, что быть в НАТО, так сказать, шантажируя их немножко, тоже неплохо. Кстати говоря, турецкая армия, вторая армия в НАТО. И американцы вынуждены с этим, потому что это Ближний Восток, это контр-Иран, игра против Ирана, против Сирии, так сказать, так. Ну, это тоже игрок вот в этом поле. Очень важный. Американцы с этим мирятся, с этими финтами Эрдогана. Мы так мельком прошли мимо Германии. Я напомню нашим зрителям, 12 июля встречается президент Украины с правом Меркель. Как вы говорите про Кадык, а нас там за Кадык не возьмут в Германии? Да. Почему? Ну, потому что, во-первых, мы жертва. Да? Это значит, стало быть, поддержать Россию. Взять нас за Кадык. Да, конечно. Поддержать Россию, это раз, во-вторых, Меркель-то атлантистка, только она умеренная атлантистка. Да. Она не Шрёдер. Так. Это же не Шрёдер. Шрёдер, кстати говоря, поэтому и был всего один срок. Потому что американцы не думают, чтобы дали ему. Переизбрать нашу партию. Поэтому он был с 2002, по-моему, 2005 год. Нет, не с 2001 года. Да. Поэтому, это за Кадык, да, есть позиция по Донбассу. Да. Потому что они, для них главный конфликт на Донбассе. Вот Макрон в пятницу позвонил Путину. Говорили о нормандском формате, как они по Донбассу. Они, но мы говорим, наша главная задача Крыма. И на Крым сбегаются британцы, турки. Так? По своим соображениям, что Чёрное море. Туркам надо Чёрное море. Британцам нужно возвратиться на внеимперскую игру. Потому что после выхода из Европейского Союза, Брексит, они встают перед выбором. Что им делать? Становиться маленькой островной страной, это вот, так сказать, постимперской. Но это значит обречь себя на выход в Шотландию. Там проблема такая. Потом Северная Ирландия может уйти к Ирландии. В договоре 1998 года по конфликту там записано, что и Северная Ирландия, они теряют право провести референдум, воссоединиться с Ирландией, ну, с материковой Ирландией, или как там сказать, островной. Так? Вот. И тогда всё. Конец Британии. Поэтому надо сейчас усилить имперскую составляющую свою, или не имперскую, так? Для того, чтобы мобилизовать нацию. Но всегда такие, как бы, войны, победы внешние, они мобилизуют. Вот. Поэтому им надо возвратиться опять на Кавказ, на Каспий, и на Китай даже туда. Потому что Гонконг, они несут ответственность за Гонконг, потому что когда-то, ну, когда Тэтчер уже сдавала Гонконг по договору Китаю, у них же там договор был только, в 1994 году, по-моему, было, да. Вот. И Дэн Сяопин и пообещал, что на Гонконге ничего не изменится. Там останется, скажем так, британское право, британские традиции политической системы и так далее. Это он сказал в таком, ну, викиевато-китайском стиле. Ма Цзи Пао, Мо Цзи Тяо. Танцующие лошади, танцующие люди не перестанут танцевать, горцующие лошади не перестанут горцевать. То есть ничего не изменится. Но, как мы видим, они подавили в Гонконге восстание в начале 20-го года. И теперь уже Гонконг, и потом Тайвань. До 35-го года или 38-го года задача Китая вернуть Тайвань. А это уже вступает в силу Америка, потому что Америка военный гарант Тайваня. Британия не может этого уйти тоже. Вот сейчас вот этот весь, как его, Defender, он же идет туда, в Китайское море. Он тут попробовал на россиянах, так сказать, поиграть, а поехал туда. Ну, по плану точнее, в ту сторону. Поэтому вот завязывается такая, скажем так, интереснейшая игра. Она очень такая ситуационная больше. Ситуационная игра. Это не связано с тем, что там была одна линия у вас. Вы должны четко, скажем так, вертываться. И еще одна деталь такая есть в сегодняшней политике, что малые страны научились вилять собакой. Хвост управляет собакой. Вот как взять маленькие страны в Европейском Союзе. Меркель и Макрон хотели с Путиным саммит. Все страны, так сказать, Балтия, маленькие страны, по миллиону. Ну, что там их? Ну, они навязали немцами и французами, они отказались от этого. Так? Вот мы тоже сейчас пытаемся вот эту вот, скажем так, стратегию хвоста. Или тактику. Хвостизма. Это не когда вы в хвосте события, а когда хвост, виляет собака. И собака не может никуда деться. Силы у нас есть вилять собакой? Ну, подождите, нет, ну, малых есть, получается, смотрите, ну, тоже мы... Так их куча. Правильно? Нет, во-первых, это надо точно рассчитать. Но пока есть, я вижу, пока есть. Смотрите, мы выбили там признание, что мы вступим в НАТО и через ПДЧ. Накануне саммита, так? Дальше. По северному потоку сейчас, да, мы не дожали эту историю, так? Но, в принципе, это не наша вина, потому что это Трамп и Байден все-таки. Байден слил ставку на Германию. Германия сейчас форпост восточного плана НАТО. До этого Польша хотели. Трамп хотел Польшу в Германию. Значит, надо немцам пойти. А уже немцы там будут решать, как. Если они восточный план НАТО, значит, у них и политика будет такая пронатовская. Хоть, скажем так, и с нюансами, скажем, к сторону России, но она пронатовская. А если вы Германию выпихиваете, то через какое-то время она может, скажем так, лечь на курс. Понимаете? Поэтому тут Байден поступает правильно, демократы. Четко. Ну, тогда уже поляки, и мы тоже тут, как бы. Но британцы хотят этот вакуум заполнить, так? Восточной Европе. Немцев сюда не пустить. Вот почему они за Украину тоже вцепились, так сказать, британцы, так? И сейчас наш чуть ли не основной военный союзник. Вот, потому что американцы, так, как бы, в сторонке, как старшие товарищи, скажем так, экономят силы. И вообще, нахера ввязываться вот в эти все, как бы, скажем так, черновую работу. Это сделают, там, другие. Там, пусть британцы этим занимаются, если они хотят. Вот. Поэтому, вот мы научились, да, ну, Северный поток, сейчас будет идти вопрос о компенсации за Северный поток, там, и так далее. И прочее, прочее, тоже, кстати говоря, мы же тоже участвовали в этой игре, скажем так, малых и средних государств против Меркель и Макрона, чтобы не было саммита с Путиным. Так что, ЕС или НАТО, это тоже ловушка определенной степени для больших государств, таких как Франция, Германия. Потому что, и брали этих малых, так, стран, чтобы они, скажем так, держали, ну, там же, типа, принцип консенсуса. Да. Так, якобы. Ну, хотя это понятно, что, как американцы скажут, так и будет. Но, в принципе, это все консенсусом делается, так. Вот. И вот эти гранды, которые платят, которые экономически содержат этих всех, этих всех, эту всю мелюзгу, эту всю треску, как говорится, так, эту всю тюльку, так. Если уже переходить на рыбный, так сказать, ассортимент. Садить. И они вынуждены мириться с этим. Вот такая хитрая комбинация, которая была американцами сделана после Второй мировой войны, когда они придумали вот эту евроатлантическую солидарность, североатлантический альянс, который был не только против, ну, НАТО, не только против Союза, Советского Союза, сдерживания. Главный контроль над Германией был, чтобы она так и не возродилась, как милитаристская, центральноевропейская, большая империя, германский мир, германская система. Сейчас ФРГ или даже с присоединением ГДР, это уже не тот германский мир, который был. Потому что, напомню, в 1947 году был принят закон об ликвидации прусской государства. Основа Германии, вот этой милитаристской, так, Рейхов, Второго и Третьего, это Бисмарка и потом Гитлера, это Пруссия. Все, а Пруссии нет. Сейчас никто не называет себя пруссаком. Если, вот, брать вот эту вот концепцию по поводу хвоста и собаки, выглядит так, что ключевая встреча для Украины, это будет как раз визит Зеленского к Байдену. Самое главное... Ну, там не сильно повеляешь хвостом. Там не повеляешь, конечно. В Германии можно повелять. Знаете, я же смотрю, вот, как бы, люди, которые близки, там, к министразу, как они сейчас в Фейсбуке раскручивают тему, что Меркель, там, продалась Путину. Да, да, да. Что там Фион теперь получил, Франсуа Фион получил место в Газпром за рубеж, что-то такое, Газпром, за рубеж, Газпром или что-то такое, такое, так? Ну, Россия борется за элиту, чтобы элита была понятна. Потому что, вот эти все Фион, он пострадал от американцев. Он мог стать президентом. Так, ну, нашли жену, которая, там, где-то была у нее помощницей, там, где-то, какие-то, там, несчастные 50 тысяч евро взяли они, так, списали на ее, ну, понятно, это семейные деньги, так, 50 тысяч евро, там, извините меня, тут в Украине это вообще за подлог, как говорится, так, вот. А, ну, понятно, что это все. Или там этого, которого тоже американцы прижучили, этого в МОФе был любитель женщин черных, так сказать, так. Вот, и вот так вот появился Макрон, да, скажем так, вот. Поэтому Россия их, скажем так, чтобы они были, понимали, что если они будут действовать, скажем так, ну, вопреки вот этому давлению американцев, они получат свои компенсации. На жизнь им хватит. Вот Шрёдер, по-моему, глава директоров Роснефти, вот там кто-то, это бывший вице-канцлер Австрии, министр иностранных дел, Анна, скоро танцевал Путин, тоже получила должность. Ну, все правильно, это, все, все это правильно. Тут не надо ничего на это, скажем так, у нас подняли шум, ну, мы что же даем этим американцам или, там, британцам свои места в НАП-советах? Только они на нас влияют, а не мы на них влияем, да. Не мы влияем на них, а они на нас. А эти, наоборот, русские влияют через НАП-советы на них. Это же разные вещи, надо научиться тоже, кстати говоря, вот этой стратегии. Так вот, я же вижу, что как Меркель начинает, что Меркель вот получит скоро тоже место там. Меркель-то не надо, не получит она, тем более, если она, скажем так, умеренный атлантист, она никогда, даже она была большим атлантистом, чем Хельмут Коль. Коль все-таки больше, ну, скажем так, рассмотрел на Россию, потому что, кстати говоря, если бы не позиция России, то объединения Германии, может, и не было бы. Потому что британцы и французы не хотели объединения Германии, они боялись этого объединения. А так американцы и русские тут как бы больше сыграли свою роль. А эти не хотели ни в коем случае, не хотели, потому что опять Германия, боже мой, это же страшный кошмарный сон континентальных этих всех войн в Европе. Это Франция, Британия, Германия. Либо Франко-Британский союз, либо Франко-Немецкий союз. Кто-то усиливался, сразу бежали, так сказать, в БТР. Поэтому Германию уничтожили как таковую, чтобы не возвратиться вот к этим, скажем так, континентальным европейским войнам, которым была, так сказать, обильно усеяна история Европы, там, начиная там 400 лет, так, одни же войны были. Вот, Европа через все эти войны прошла. Гинастические, потом национальные, государственные войны и прочее. Поэтому они вообще Германию сделали маленькой, ну еще тем более ФРГ, сейчас же была оккупирована Россия и, скажем, придумали вот эту схему Франко-Немецкого союза вокруг ЕС, а потом и НАДО. Скажем так, 12 июля будет очень сложная встреча предстоит, я думаю, Владимиру Александровичу Зеленскому. В Берлине, в Германии, ну пожелаем, естественно, нашему президенту удачи, Вадим Юрьевичу, я говорю вам огромное спасибо за то, что пришли в нашу студию. Друзья, Вадим Карасев был в студии Политоконлайн. Не забывайте про лайки, комментарии, подписку. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok